Это территория железной дороги. Рядом с железнодорожным вокзалом располагается автобусная остановка междугородних перевозок. Чтобы водителям выехать с остановки, приходится преодолевать препятствия при развороте на этом пятачке. Главная проблема – не совершить ДТП при проезде припаркованных в центре машин. Здесь действительно целая проблема. Мы сами в этом убедились. Во время съемок выездного совещания с остановки периодически отъезжали пригородные автобусы. Каждое отправление в рейс – это ювелирная работа водителей. Они с трудом и в несколько этапов разворачивались на привокзальной площади. Мы мучаемся вот здесь. Мучаемся. Особенно, что в воскресенье нельзя проехать. Надо вот эти машины, чтобы здесь всех убрали. И тогда можно было спокойно проезжать и задержка легкого. Потому что у нас по расписанию, строго по расписанию работают. Площадь вроде не маленькая, но проезд узкий, мешает личный транспорт. Особенно тот, который стоит в центре площади. Что делать – переносить остановку или закрывать парковку? Ведь трафик пассажиропотока здесь серьезный. По подсчетам специалистов Управления городского хозяйства, каждый день междугородними перевозками пользуются 1600 человек. Из них 850 – пассажиры межмуниципальных маршрутов и почти столько же частных. Это заказные автобусы, которые возят на работу персонал от крупных областных предприятий. Сегодня не обеспечена безопасность дорожного движения на этой территории. Мы пробовали с летнего периода 2017 года организовать здесь круговое движение. Но вот как мы наблюдаем уже сегодня, оно не решает проблему, вот скажем так, так как бы нам хотелось. После выяснения нюансов проблемы на месте и поиска путей решения, каждый предложенный вариант затем обсуждали на совещании в администрации. Это был мозговой шторм членов комиссии, как разрешить ситуацию, чтобы было безопасно и удобно пассажирам, автолюбителям и общественному транспорту. Движение на вокзальной площади начинается рано. Парковка машинами заставляется полностью уже к 5-6 утра. Особенность территории в том, что земля находится в ведении РЖД, а Новоуральск только содержит это место и использует. Возникло предложение перенести остановку вообще на территорию рынка, на дальнюю парковку. Требуется реконструкция этой территории, есть там наличие инженерных сетей, плюс еще и рельеф влияет здесь, поэтому значительное капитальное вложение требуется в любом случае. Второе, то, что сделали заключение комитета архитектуры о том, что вид разрешенного использования территории рынка не разрешает использование его для транспортного обслуживания населения. После бурного часового обсуждения члены комиссии пришли к нескольким вариантам решения проблемы. На краткосрочную перспективу и долгосрочную. На долгосрочную перспективу наметили сразу три варианта. Устройство автостанции на территории рынка для того, чтобы завести туда все маршрутные автобусы. Второй вариант, мы рассматриваем долгосрочные перспективы, это установка шлагбаума. Сложный вариант в организации. Есть такие примеры, мы знаем, да, у ЖД вокзала Екатеринбурга, аэровокзал Кольцова. Все это работает. Рассматриваем, но тоже есть серьезные минусы, такие как не смогут люди заезжать с южной стороны рынка для установки автотранспорта и приобретения покупок. Ну и третий вариант, это все-таки пойти по изъятию земель, которые сегодня расположены и переданы в аренду. Есть такой вариант, его тоже можно рассматривать, изъятие с предоставлением другой территории. Что касается краткосрочной перспективы, в ближайшее время на месте этих 20 машин будет построен островок безопасности, вокруг которого установят ограждения и знаки. Остановка запрещена, работает эвакуатор. Это необходимо для незамедлительной организации нормального кругового движения маршрутных автобусов. Цена вопроса 300 тысяч рублей. Также в ближайших планах ремонт асфальта на площади с отводом воды. Этот вопрос будет вынесен на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения. Да и областное управление автодорог ждет ответа, чтобы не закрывать движение маршрутных автобусов. Сегодня этот вопрос на контроле не только администрации Новоуральского округа, но и областных ведомств и Министерства транспорта страны. Наталья Ребрищева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.